всем привет дорогие мои сегодня новинки двенадцатого каталога у нас сами но мне его весь разобрали будем смотреть по 13 итак первое что тут есть вообще в новинках вот так то знаете в 13 каталоге будут классные карандаши посмотрим еще пока что не пришли классные будут помада карандаш будет классная увидим с вами пока будем смотреть новинки 12 каталога это натуральная декоративная косметика для ухода за кожей и вот такие вот пигменты пигменты у нас с вами идут гранатовый рубиновый мандариновый давайте посмотрим мандариновый 46 512 это реальный пигмент он очень интересно смотрится на губах и он на самом деле проявляется абсолютно не морковный расход у него очень экономный видите он кожу покрасил и он таким образом будет держаться честно скажу что вот этот самый темный пигмент я за два раза все-таки его съела после первого раза еще если какой-то оттеночек оставался то после второго раза оттеночка вообще не было это у нас идет 46 512 мандариновый идет 4 млм вот такой оттенок сейчас он высохнет и мы с вами посмотрим его настоящий оттенок он такой яркий прозрачный но проявляется абсолютно по-другому вот что самое интересное абсолютно по-другому следующая новинка у нас идет 46 500 или 465 00 это рубиновый написано что он идет с растительным глицерином 98 натуральных процентов ингредиента он такой вроде бы яркий и даже вначале не хотелось им краситься но на губах он абсолютно не такой яркий и с гиалуроновой кислотой как бы шикарный а я думаю что я его полдня проносила и нет вот этого ощущения сухости какой обычно бывает гиалуроновый 465 01 гранатовый вот он такой прям ужасно темный я прям ужаснулась когда его увидела ведь он слегка так тянется как будто бы немножко но даже не тянется такой как бальзамчик ну на самом деле очень красивый цвет и мне он очень подходит прямо очень такой интересный тоже как вы его нанесете ну так оно и будет давайте же с вами посмотрим самый-самый темный интересно как он будет вот очень интересный спонж который щекотит губы мне неприятно и он кстати очень сладкий на вкус и давайте с вами посмотрим верхний с артикулом с артикулом 46 500 это нижняя губа видите очень красивый цвет 46 500 попробуем если куда-то заехали сначала убрать можно потом уже не очень получится но я попробовала мицеллярной водой нормально убирается прям нормально на вот такой вы не давайте третье посмотрим сейчас надо мной муж смеяться вот они обычно мицеллярной водой хорошо смугаются поэтому я не боюсь на нашу кучу цветов что-то обычная такая грубо говоря стойкая краска что это не как помада очень интересно даже если вот если несколько слоев нанести то оттенок поэтому вот такие вот они простые прикольные вот и они ну понятно что такими как полосочками кладутся видите вот эти вот полосочки и вот сейчас он у меня полностью высох я протру обычной влажной салфеткой там обычной влажной салфеткой при еде и посмотрим что осталось по идее чем дольше вы держите тем лучше и сильнее он у вас проявляется вот я его скушала можно сказать за пару раз вот он так вот остается на губах даже вот этот вот морковный он вообще какой-то не морковный он просто такой розовенький приятненький вот видите я смыла то что осталось если вы ну его нанесете я так понимаю 10-15 минут не будете кушать то получится вот такой вот симпатичный пигмент который будет очень стойкий и вам не нужно переживать что вот вы попили воду все ли у вас порядке размазалась ли у вас помадой в принципе очень удачный выпуск и нравится что не сушит губы хорошо далее у нас с вами бегут вот такие вот тени для век которые мне очень очень понравились они клевые классные я имею в принципе предыдущей версии активно пользуюсь ну что ж начнем первый у нас оттеночек 68 79 сияющий абрикос вот он так набирается на пальчик и давайте будем сводча вот тут делать такой вот красавчик можно конечно потольше и вот он будет так вот прям блестеть как втирка получился такой вот блестенчик как-то было близко показать на глаз в принципе очень шикарно кладется ну и потушевать вот это место кисточкой 68 81 лучистый лимонный тоже такой ответь хорошенький хорошенький желтенький так давайте два слоя это у меня зеленые тени и ими баловалась неплохо так нормально вот кстати вот этот оттенок очень похож из палетки вот на этот оттенок но этот более такой витя насыщенный эта палетка у меня 57 41 такой более бронзовый кому хочется больше цвета вот более бронзовый классный такой оттеночек ну и последний оттенок из голубой коллекции 2 грамма кстати все тени это идет хрустальный розовый но вот не знаю на фото он конечно немножко другой если тут совпадают то тут свет более белесый что ли я бы так выразилась вот такой вот розовый блестенчик давайте розовый попробуем практически белый ну конечно растушевка по нему плачет но я думаю вы поймете что я не растушевываю просто пальчиком нанесла этот вот розовый а лимонный давайте я попробую лимонный нанести вот сюда на век видите вот он такой свет ну кого тяжелые века можно даже увидеть как он сразу же утяжеляет видите как будто даже бровь ниже стала следующие тени уже идут глиттерные давайте с вами попробуем вот этот вот яркий оттенок специально для них я взяла такие вот спонжи фаберлик честно забыла какой у них артикул но они у меня где-то есть в обзорах я их уже показывала и так океаническая бирюза у нас идут 68 83 артикул ну давайте для начала возьмем ручки я помыла соч сделаем очень красиво прямо очень красиво мне очень они понравились я прям с них кайфанула так как они уж очень яркие хочу нанести их именно спонжик вот как они спонжиком набираются я думаю видно и как они наносятся это без базы это яркость полностью без базы потому что когда показываешь с базой девочки потом говорят а если у меня нет базы как и не смотрится поэтому с базой куда ярче будет и думаю что вы должны это понимать мне понравилась очень понравилась такая подводка я прям с удовольствием ей воспользовалась ну ее можно растушевать как вам хочется можно как самостоятельная наверху можно потом разбавить золотом все что вам захочется и сделать и сделать можно нижний глазик тоже подвести 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 прям раскрыть будет куда красивее согласна их можно перемешивать с любыми другими тенями или растушевать яркий такой вызывающий взгляд получился я их сочетала вот с этим оттеночком вот из этой палеты мне понравилось сочетание вот этот этот красиво получается это вот палета 5741 я сейчас вот наберу немножко в принципе неплохой такой вариант согласно вот тут вот вы затушевываете и получается уже неплохо так плохо швы прям очень красиво прям суперски мне прям понравился вот этот вот зеленый он действительно хорошо прям хорошо смотрится как подложка просто великолепно согласна и конечно если хочется их можно перемешивать вообще друг с другом вот если взять мы еще с вами его не не пробовали но если вот взять вот этот так вот этот вот и посерединке например нанести его получится симпатично тоже видеть более такой свежий взгляд если по центру взять именно его по краям такой вот получается более такая нежная приятная бирюза давайте сразу попробуем вот этот это у нас 6882 вот в один слой видите я нанесла плотно наносится так сейчас возьму чистую губку ими обычно бывает очень хорошо в уголке глаза делать эффект куда красивее получается ну очень приятный цвет я прям в восторге от этой бирюзы я прям в восторге и меня прям похвалили уже несколько раз за мой макияж я вам сейчас еще сделаю вставочку и stories кто не подписан на мои соц сети подписывайтесь тут можно понежнее сделать перемешку с этим и получится такой нежный зеленый переход вот тут вот в этом месте нежный зеленый а тут уже темный зеленый и по центру вот это вот нанести чтобы гладик как будто блестел ну и потом обязательно тушь и можно еще под водочку мне нравится прям хорошо получается отличный результат это больше наверное для дневного макияжа у нас подойдут эти тени или как высветлять допустим как хайлайтер очень хорошо вот эти тенюшки подойдут прям отлично тут можно просто затемни так вот складочку кстати помаду стерла видите все три оттенка прикольно получается ну и давайте еще посмотрим 68,82 ну вот тут он более-менее совпадает но все-таки вживую он куда как будто бы желтеет ну вот точно 68,82 если опять ничего не перепутано давайте попробуем его вот ну они прям глиттерные эти тени так давайте попробуем второй слой ну вот в принципе все тенюшки все вам показала сегодня мы будем клеить реснички от компании Фаберли посмотрим что получится как будем клеить как будем клеить как будем клеить слушай хорошо да глаза конечно кардинально отличаются вот такой макияж без макияжа мне нравится мы сегодня с Катюшей вот с этой Катюшей да решили попробовать сделать мне макияж без макияжа вот мои вот наклеенные ну конечно да многовато же да все равно как получилось ну неплохо неплохо тени 68,83 мне очень очень понравились давайте же с вами протестируем смотрите какие хорошенькие как они переливаются как они блестят просто шикарно давайте попробуем на глазик видите какие яркие какие яркие крутые тенюшки очень красиво можно растушевать будет более нежно а можно наложить потолще и будет более ярко шикарные тени шикарные тени очень хорошенькие такие прям очень понравились супер мне кажется что они будут очень хорошо сочетаться с 57 42 оттеночка вот с этим вот классно ну да действительно хорошо можно еще под водочку добавить будет вообще шикарно вот такие вот у нас на венке можно кстати очень ярко сделать эти макияж их можно сделать еще ярче нужно вот так нанести на севека поярче края растушевать а посерединке высветлить вот этим вот оттеночком вот таким блестящим нежным видите и получится что мы с вами сделали суперский макияж и потом все это светленькой кисточкой чистенько подтушевать смотрите как аккуратно хорошо смотрится мне вот очень понравилось потом еще можно светлым оттеночком все подправить под брови под брови красивые очень оттенки прям супер обожаю когда такие вот блестки чешеные яснички кстати тоже от компании фаберлик но их нужно будет кто то сыпалась немножко нужно будет подкрасить сделать подводочку ну да с матовой под водочкой смотрится куда намного лучше очень красивые тени очень приятный свежий клевый оттеночек можно сделать прям ярко-ярко-ярко как вы видели а можно сделать вот так вот нежненько и красивенько вот если совсем пальцем и совсем ярко вот так ведь а потом заняться растушевочка он пальцем очень плотно ложится видите прямо очень-очень плотно аккуратно ну я думаю второй класс вы уже увидите как можно накрасить ну вот как выглядит оба глаза очень красиво классно яркий такой макияж получается прям сочный мощный яркий дальше побежим по карандашикам смотрите в этом обновлении карандашей есть несколько фишек самое главное удобная фишка для меня потому что карандаши и так были крутые и до этого выпуска то что у них новая треугольная формула а грифеля для прорисовки самых тонких волосков также они не требуют заточки естественный результат третье прикольное самое самое прикольное это то что они разложены по цветам каждый колпачок соответствует своему цвету и это очень шикарно ну и конечно в составе идет еще и кисточка именно кисточка поэтому очень хорошо давайте смотреть ультра скин 502 0 3 вот так выглядит карандаш давайте увеличивать таким образом выглядит карандашик что очень прикольно давайте с вами попробуем что-нибудь написать давайте напишем 502 0 3 нити нежный такой оттеночек их можно сломать кстати они вроде бы грубые но довольно мягкие то есть вот это вот я много достала я сейчас немножко вот так закручу чтобы не сломать и получается вот эти 502 0 3 вот мы так с вами будем их рисовать свои бровки на шикарный оттеночек получается следующий оттеночек 502 04 темный блонд тот был светлый блонд это темный блонд 502 04 давайте его попробуем он такой более рыженький 502 04 вот ведь обломила хотя не сильно делала но обломил они прям не супер такие прям твердые не царапают очень нежненькие со 204 следующий теплый коричневый 502 05 так вот таким образом можно разные делать остренькие тоненькие толстенькие как вам захочется и вот такой можно толстенький сделать и вот такой вот тоненький следующий оттеночек так это у нас идет 502 06 холодный коричневый 502 06 холодный коричневый 502 06 но это знаете такие карандашки которые при прикосновении могут стереться но они никогда не сотрутся от воды например ну и кисточку тоже хочется близко показать хорошенько такая очень жесткая кисточка так это у нас 55 375 таким вот образом такой вот прям дымчатый 505 375 можно сделать и вообще черный а можно легонечко порисовать вот такая красота у нас с вами получилось с оттеночками что только не порисовали так вот следующий выпуск тоже колпачки по цветам что мне понравились их уже надо будет подтачивать они не выкручивающиеся вот тут вот видите немножечко влазит ну это все снимается я просто оставила для вас что удивил удивил конечно цвет графит это прямо чисто чисто такой вот черный интересный цвет что нам обещают нам обещает оптимальную твердость грифеля для идеального оформления бровей дальше есть щеточка для укладки бровей действительно очень хорошенько такая щеточка далее нам обещает составе воск который фиксирует форму бровей и задает направление но моей брови не фиксирует много что плохо фиксирует правляется вот этот фиксирующий гель 53 79 и вот этот еще более менее справляется мой любимый телесной орех 53 77 тушь для бровей когда я брови покрасила я пользуюсь прозрачным гелем для бровей а если я брови не покрасила и много седых я пользуюсь тушью для бровей так ну давайте с вами побежим а это у нас предыдущая красота 55 374 такой вот он интересный он действительно тверденький он действительно не ломается мне нравится он меньше ломается чем предыдущий предыдущий он идет ультрамягкий дальше холодный коричневый 502 10 давайте тут сделаем 502 10 очень красивый оттенок там очень красивый 502 10 далее 502 0 9 это теплый коричневый 502 0 9 такой уже более нежный далее 502 08 это темный блонд очень кстати красивый цвет 502 08 тоже очень красивый оттенок такой более темный вот по сравнению если взять рыженький вот этот вот рыженький оттеночек то вот этот аж как будто зелено но он не зеленый так и светлый блонд 502 07 502 07 какой тверденький посмотрите к 502 0 вот видите сломала я сильно давлю он такой знаете твердоватый но когда он согреется он нормальный 502 07 самый теплый и нежный видите где бы я не чертила все таки 502 07 самый светленький такой вот ну какой мне больше нравится мне больше нравится 502 10 конечно там абсолютно суперский классный и не совсем понятно зачем вот это тут угольно-черный для бровей ну скорее всего кто-то и пользуется удивило меня потому что ну обычно выпускается какой-то темный коричневый и так далее а тут ну я вот прям посмотрела он чисто такой графитовый темно-серый что ли вот этот вот пятьсот пятьдесят три семьдесят четыре удивил так удивил также у нас с вами выпущен книпсер для ногтей он идет для обрезания ногтей любой толщины и плотности плавный ход в подвижного рычага гарантирует идеальный срез одним движением как хочется двигаем что про них скажу бомба бомба размер 5 8 сантиметров артикул девятьсот десять триста девяносто два приходит от упаковочки там вот так вот сложен в красивом виде упакован артикул девятьсот десять триста девяносто два отличный просто отличный очень нравится ничего лишнего острый до безумия даже ногти на ногах у мужа большой палец легко состриг мужу понравился стал один мне я в руну понятно очень хорошая штучка очень удивил выпуск вот этих водичек потому что они мне все одинаково приятны но самое наверное любимое у меня будет rose самое наверное такая вы знаете самое наверное приятное нежная какая-то вот не знаю даже как ее писать вот такой какой-то вот знаете роза она идет какой-то вот кислинка с чем-то таким очень приятным классным на прям да вот это моё роза мне действительно очень понравилось что тут про розу написано основные ноты роса клубника мускус артикул 33 38 то действительно она мне понравилась 30 малые я действительно угадала думаю что тут кисленького клубничка роза приятный такой свеженький очень такой хорошенький аромат далее гранд магнолия тоже линеечка джаз злом я прям издалека в руке промазала гранд магнолия основные ноты магнолия лицея бергамот артикул 33 36 она более такая резкая грубая но мне абсолютно вот она не противно я не могу сказать что я магнолию люблю на это магнолия она вот по-моему да как даже сказать вот этой лицеи бергамотом добрина и она не такая прям крутая что я не хотелось бы пользоваться бы коробочка тоже просто бомба у неё подарок подойдет отлично очень красивая коробочка ну и третий вариант он у нас идет знаете самый самый спорный это жасмин очень красивая тоже коробка но обычная бумажная конечно жасмин у нас идет тоже не чистая водица она у нас с вами идет как даже описать ее вот жасмин он тут резко чувствуется во первых то есть жасмин жималась и зеленый аккорд вот я об этой воде сказала нет если бы тут не было зеленого аккорда вот так выражусь артикул 33 37 ну моё моё нормально вот действительно насколько я терпеть ненавижу жасмин честно вам скажу очень не люблю жасмин он меня не раздражать в этой воде вот это очень даже удивительно а кстати смотрите потекло 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 давайте попробуем должно потечь да вот видите цвет потек но это спиртом спиртом пигменты я так понимаю смываются хотя не совсем хотя не совсем смывается но немножечко есть но но вот они бы так стойко на губах держались на губах они так стойко не держится и так ярко не проявляются потому что у губ еще есть свой оттенок но по идее мне вот эти пигменты очень понравились хорошая идея нанести пигмент 15 минут там потерпеть кушать ничего не пить нанести и посмотреть вообще вот потом на результат но вот это конечно самое самое клевое мне больше всех понравилось на руке они конечно проявились мощной вы можете испугаться но на лице нет на губах нет ни так не проявляются в общем водички все три одобряю нет ни одной который бы я сказал фу и там нет вот все три понравились потому что даже те вкусы которые я терпеть ненавижу сдобрены и чем-то прикольным и я говорю да прикольно почему Вы не израсходовать далее идем к удивительной серии очень удивительной серии вот эта вот новинка вообще вся серия она прикольная спрей-очиститель беспятельные запаха мне пока что понравился Пока что понравился. Шампунь-пятновый водитель пробовала, но очень мало. Пока что не поняла. Так, далее моментальное очищение. У нас идут влажные чистящие салфетки без пятен и запахов. Тоже практически на исходе. Действительно суперски. Хороши, хороши для твердых поверхностей дома и автомобиля. Дальше чистые полы и стены. Вот это средство моющее без следов и запахов 500 мл. Для любых твердых моющихся поверхностей, полов, стен, подоконников, столешниц, лотков. С артикулом 3800 или 3800 или 308 00. Кто как привык, говоришь. Не совсем точно набираю артикулы. Так, оно, во-первых, очень жидкое. Вот оно, видите, водичка. А, побежал, побежал. Такой вот жидкий запах, запах, запах. Ну, слушайте, что-то я его не чувствую. Наверное, надо было до парфюма ее снимать. Запаха особо не чувствую. Но тут написано эфирное масло лаванды. В составе, да, что-то такое я улавливаю. Без следов и запахов. Ребят, ну вот смотрите, что подписано. Аромат полезный для питомца. Ну, я в шоке. В общем, будем мы мыть пол. Помыли пол один раз, пока ничего не поняли. Вот честно, пока ничего не поняли. Вроде бы пол как пол, как вот предыдущее. Хорошо мыло, так и это хорошо. Моет, ничего не могу сказать. Может быть, это эфирное масло апельсина цитрусовых. Может быть, кошке цитрусовое, конечно, меньше нравится, чем аромат лаванды. И поэтому тут идет аромат полезный для питомца. Может быть, что в этом плане, не знаю. Но пока что все устраивает, все нормально. При мытье пол мы его налили, им помыли. Пол не липкий, все хорошо. Аромат нежный, приятный. Его надо чуть-чуть на ведро. И, понятно, аромат в нос не бьет, вот как из флакона, например. Если из флакона вот эти спреи всякие и так далее, они вот где-то у нас спрей-то вот. Освежительный нейтрализатор запахов. Он прям бьет в нос лавандой, когда я им пользуюсь. То его надо немного на ведро. И аромат вот такой неуловимый, очень легкий, приятный. Мне кажется, даже бы он мою маму не раздражал. Также у нас появились маски. Вот эту маску делала у меня подруга, эту маску делала я. Ну, что могу сказать? Маски понравились. Маски отличные. Суперские. Все хорошо. Очень даже хорошо. Поэтому никаких нареканий нет. Артикул 0070 у обновляющей маски Ретинол. Она так и называется Возрождение. И что выходит? Ретинол это одна из форм витамина А. И настоящий суперкомпонент. Благодаря своему феноменальному свойству стимулировать обновление клеток, он решает самые разные задачи в уходе за кожей. Ретинол для кожи это все и даже больше. Ну что ж, посмотрим. Он отшелушивает роговевшие клетки, активизирует выработку кожи коллагена и гиалуроновой кислоты, уменьшает видимость возрастных и мимических морщин, улучшает тон и текстуру кожи. Ну, я считаю, что отличная маска. Никакого раздражения, ничего не было. Она обычная белая. Обычная белая. Так, далее. Маска питательная для лица Авокадо Комфорт. Тоже Ирине очень понравилось. Говорит, все здорово и классно. Артикул 0074. Тут 70, тут 74. Значит, что делает она? Интенсивно питает кожу лица, активизирует естественные процессы восстановления клеток, стимулирует синтез липидов, усиливает защитный барьер кожи и восстанавливает гидробаланс. Эту маску, ну, вообще всю серию вот этих вот масок, прям всю серию этих масок мы делаем каким образом? Значит, мы сначала наносим маску на сухую чистую кожу лица, оставляем на 15-20 минут, потом снимаем маску, легкими массажными движениями распределяем остатки эссенции по коже и совсем-совсем остатки средств мы удаляем с помощью ватного диска или ополоснуть лицо просто водой. Не надо с мылом умывать маску, просто водичкой ополоснуть, чтобы, может быть, не было липкого эффекта. Маски работают на ура, я в восторге, поэтому берите, я думаю, не пожалеете. Ну что ж, мои дорогие, это были новинки. Да, это были новинки каталога номер 12. С вами была Коннова Аня и проект Superlick Online. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова